Девушки отдыхают Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дару имя рабу Твоему. Эти слова мы повторяем много раз во время богослужения, читая молитву святаго преподобного Ефрема Сирина. Почему в этом прошении говорится о терпении? Терпение – это такое качество человека, которое помогает ему в первую очередь достигать поставленных жизненных целей, больших или малых. Но без терпения невозможно достигать целей, потому что всякий труд, а цель достигается трудом, всегда сопровождается терпением. Но терпение имеет и свое духовное измерение. И, конечно, Ефрем Сирин, преподобный, включая тему терпения в свою молитву, имел в виду вот это духовное измерение. А что же это означает? А это означает то, что каждый человек, общаясь с другими людьми, подвергается влиянию со стороны этих людей. Влияния могут быть положительными, а могут быть влияния и очень отрицательными. Вот эти отрицательные влияния чаще всего сопровождаются вторжением злого начала в нашу душу. Через людей, через слова, через образы, через жизненные ситуации. И для того, чтобы иметь возможность отражать эти искушения, человек должен иметь терпение. Вот люди, не способные отражать эти искушения и соблазны, святым преподобным Ефремом именуются людьми малодушными, то есть слабыми. А значит, терпение есть сила. Но когда мы говорим о отражении различного рода искушений, злых посылов и вообще опасных влияний на нашу душу, мы имеем в виду необходимость иметь терпение в борьбе. Но и еще о чем-то нужно непременно помнить. Человек не может спасти душу, если он на зло отвечает злом, если на неправду отвечает неправдой. Даже самые отрицательные влияния, оказываемые на нас, не должны поколебать нашей веры и нашей верности Господу. И если требуется наш ответ на некие воздействия со стороны окружающего мира, то это не должен быть тот ответ, который несет в себе зло и неправду. Потому что только правдой и добром можно припобедить злом. Побеждайте зло добром, учит нас Слово Божие. И вот эти слова, которые нередко проходят мимо нашего сознания, ведь имеют огромное значение в том числе и для нашей жизни, для нашего самочувствия, для достижения того, что мы на человеческом языке называем счастьем. Человек не может быть счастливым, если он источает зло, потому что зло возвращается. Зло не может быть нашей реакцией на зло, которое в наш адрес обращается. Вот если мы ясно осознаем, что единственный способ преодоления зла является добро и что даже на зло мы должны отвечать добром или, как минимум, нейтральной реакцией, которая не содержит ни добро, ни зло, если не хватает силы на добро, то тогда, несомненно, изменится наша личная жизнь. мы почувствуем присутствие благодати Божией, потому что ни одно доброе дело, ни одно доброе слово, которое мы произносим, так же, как и злое от злого, и злое дело, не проходит мимо Божьего промысла о нас. Пусть Господь укрепит нас в делании добра даже в тех обстоятельствах, когда казалось, что единственно правильным действием может быть ответ, содержащий в себе зло. Побеждайте зло добром, и да поможет всем нам Господь набраться сил в том числе и в течение поприща Великого Поста, чтобы обладеть этой мудростью и обрести силу, которая помогает побеждать любую нечистую силу. Аминь. Песня «Святый Божий» Песня «Святый Божий» Песня «Святый Божий» Во имя Отца и Сына и Святаго Духа завершилась первая седмица Великого Поста, время особо благодатное, когда Церковь предлагает верным своим чадам замечательные средства духовного оздоровления. Первая неделя, если она проводится в молитве в соответствии с церковным уставом, в издержании, в размышлениях, в первую очередь над самими собой, является совершенно особым средством духовного возрождения человека. Жизнь наша настолько сегодня сложная, настолько все быстро вокруг нас меняется, и даже не только с точки зрения внешних, материальных факторов, но с точки зрения культуры, духовной жизни людей. То, что еще вчера казалось незыблемым, совершенным, что являлось примером, сегодня перестает быть таковым. И вот в этой круговерте жизни современной цивилизации невероятно трудно сохранить свой внутренний мир от соблазнов, от искушений и даже от разрушения. И вот первая седмица Великого Поста для тех, кто желает идти путем предлагаемым Церковью, дает такую возможность взять некоторую дистанцию от того, что нас окружает, посмотреть на себя, на своих близких, родных, на свою работу, на то, что происходит в стране, в обществе, то, что с людьми происходит, с некоторой дистанции. Последние слова молитвы святаго Ефрема и Сирина «Дашь мезретье мое прегрешение и не осуждать брата моего». Вот эти замечательные слова тоже мы должны правильно понять. что означает видеть свои прегрешения. Каким органом чувств мы видим свои прегрешения? Зрением, осязанием, вкусом, обонянием? Да совсем нет. Мы свои прегрешения видим силой или слабостью своей совести. Совесть есть то чувство, которое дает нам понимание того, что мы делаем. Но совесть это хрупкий сосуд и хрупкое чувство. И если совесть постоянно ломать, если не слышать этот голос, а растаптывать его, то совесть постепенно начинает терять свою силу. И тогда перед человеком открывается бездна греха. Самый главный сдерживающий фактор совесть перестает сдерживать человека. И он погибает. Вот это сохранение совести, сохранение способности видеть свои грехи имеет огромное, может быть, даже первостепенное значение для жизни каждого человека, но особенно христианина. Дай мне зреть и моя прегрешение. Великий пост дает нам возможность о многом поразмышлять. Он дает нам возможность укрепиться духовно. И в первую очередь он нам дает возможность приносить искреннее покаяние. И так часто, как мы желаем это сделать. А, собственно говоря, результат действия совести и есть покаяние. Только тогда, когда совесть начинает работать и укоряет нас, тогда возникает необходимость освободиться от этого гнета и единственным средством освобождения совести является покаяние. Вот обычно в пятницу и в субботу люди, которые благочестиво провели первую седмицу великого поста, да и не только те, кто имел возможность каждый день в храм ходить, а верующие православные люди, которые, будучи занятыми на работе, не могут каждый день, может быть, приходить в храм даже во время этой первой седмицы, в пятницу и в субботу исповедуются с тем, чтобы причаститься к святых христовых тайн. И вот, когда мы приходим на исповедь, то мы, конечно, должны совестью своей видеть свои прегрешения. Исповедь не может быть механическим перечислением грехов, многие из которых уже оставлены и многие из которых уже совершенно неактуальны. И вот тут-то, может быть, и наступает самое сложное. Покаяться в том, в чем тебя обличает совесть, но в том, в чем ты иногда сам себе боишься признаться или стыдишься признаться. Исповедь дает возможность очищения души, разума, чувств. Исповедь дает возможность обрести подлинное освобождение от греха и начать жизнь, как говорится, с чистого листа. И хотя, конечно, этот чистый лист довольно быстро заполнится грехами, но важно, чтобы каждый раз, приходя к покаянию, мы имели способность и силу подлинно приносить таковое и раскрывать пред Богом и пред Крестом и Евангелием свою душу и спрашивая прощения грехов. У святителя Феофана Затворника есть такие замечательные слова. Дверью спасения при потопе была дверь ковчега, а дверью спасения от потопа греха является покаяние. Как при потопе невозможно было спастись, не пройдя через эту дверь ковчега, так и сегодня, побеждаемые грехами, мы не можем войти в ковчег спасения, кроме как через дверь покаяния. И да поможет нам Господь воспользоваться этой дверью, отметая всякие предрассудки и все то, что мешает нам пред Крестом и Евангелием принести истинное покаяние Богу в совершаемых грехах. Аминь. Аминь.